Ну что ж, уважаемые телезрители, я вновь рад всех вас приветствовать здесь, на галерее вкусов, в торговом доме Киргу. Лето уже в самом разгаре, а это значит, что наверняка вы все отдыхаете на море, быть может, где-то в разъездах, но радует то, что мы выходим на спутником канале и вы наверняка, даже не находясь в нашей республике, можете нас смотреть и обязательно должны это делать. Тем более, что это артисты государственного заслуженного академического ансамбля танца Дагестана Лизгинка. Это Ахмад Зубаиров, кстати, заслуженный артист республики Дагестан и Сабина Магомедова. Здравствуйте, Сабина. Именно эти люди сегодня будут демонстрировать нам мастерство кулинарии. Это, казалось бы, люди, которые всегда находятся в одном коллективе, сегодня они конкуренты. А кто победит, мы узнаем в конце. Поэтому давайте для начала мы выясним, кто что сегодня готовит. И начнем мы, пожалуй, с дамы. Сабина, еще раз здравствуйте. Рассказывайте нам, пожалуйста, чем вы сегодня будете нас удивлять. Сегодня я буду готовить итальянское блюдо фетучини с курицей и с грибами, греческий салат, а на десерт у нас будет французская тирамису. Замечательно. То есть у нас задействовано аж три страны сегодня. С чем это может быть связано? Я бы хотела побывать в этих трех странах с коллективом. То есть вы еще не были с коллективом в этих странах? Нет, нет. Но об этом мы поговорим чуть позже. Но вот мне почему-то кажется, что Ахмат побывал не только в этих трех странах, но у него там список просто зашкаливает. Поэтому я думаю, что с блюдами проблем не будет сегодня. Ну да, кстати, у меня японское плово, кстати, я там был. У меня салат из семги с помидорами чили. Кстати, в чили мы не были. Но они называются точно не странно, а сорт такой. Черри. Да, черри. В общем, мясо салат в семге, как я сказал, японский плов и запеченные яблоки. Запеченные яблоки. Внутри у нас будет мед с орехами. Довольно-таки интересная запеканка. Надеемся, что все получится. Вообще часто готовите? Да. Бывает время? Особенно сказались мои годы холостой жизни, когда я жил один, я часто проводил время у плиты, на кухне. То есть, ты напишешь всем зрительницам, что ты уже давно не холост? Совершенно верно. Все верно. У Сабины поинтересуемся чуть позже. Давайте начнем все-таки приготовление наших блюд. Раз, два, три. Поехали. Страиваемая техника Зигмунд Эйнштайн. Проверенное временем качество. Надежные чугунные решетки. Эксклюзивный дизайн. Украсит любую кухню и прослужит долгие годы. Зигмунд Эйнштайн. Техника со вкусом. Итак, наши участники уже начали готовить свои блюда. И вот такой вопрос, я не планировал его задавать, он неожиданно ко мне пришел. Скажите, пожалуйста, Ахмат, у меня есть шансы попасть в ансамбль Лезгинка вот сейчас? Есть, есть. Не скажу, что нету. Я могу на носочках танцевать. Великолепно, великолепно. Как говорит наш режиссер, заднее сальто без проблем. Это тоже акробатический элемент, немаловажный, кстати, в ансамбле. И, конечно, немного так, скинуть килограмму, так сказать, 10. И вперед в зал. Скинуть. А бывает такое, что вот в ансамбле один из участников начинает набирать вес? Это чем чревато? Вес люди склонны к полноте, к сожалению. И они с этим успешно борются. Они осознавляют ряд диет, массу упражнений дополнительных. Им помогают, они сбрасывают сразу и ходят, так сказать, в форму, в кондистику, удовольствие, соответственно, артистам ансамбля Лезгинка. Требования довольно-таки жесткие. У каждого все норматив. И если он превышает, соответственно, штрафы и, скажем, санкции. Понятно. Сколько лет уже в ансамбле вы, Ахмад? 10 лет. 10 лет? 10 лет. Это сколько лет вы попали в ансамбль? Ну, до этого я начал танцевать в ансамбле Молыз-Загистана Хасайюр, тоже государственный коллектив, очень замечательный ансамбль. И проведя там 4 года, можно сказать, меня пригласили в ансамбль Лезгинка. А как вот желание само появилось, само по себе танцевать или родители привели? Знаете, история такая, это вкратце, она случайная. Я, будучи студентом в одном институте Хасайюрта, просто увидел, как танцует ансамбль на одном мероприятии и загорелся. Пошел на их базу, в клуб. И вот так вот, шаг за шагом, стал в строй, я записался в их студию. И так наш танцевать оказалось, как говорится, мое. То есть любой телезритель, который сейчас смотрит и давно горит желанием, но не знает, с чего начать, ему просто нужно прийти в какой-либо ансамбль, да? Есть в каждом ансамбле студия, предложить в ансамбль Лезгинка, записаться и... А в ансамбль Лезгинку берут вообще людей, которые никогда не танцевали? Или ты должен сперва пройти курс молодого бойца? Конечно, однозначно. Ансамбль академический, ансамбль стоящий перед высокими целями, и туда, как бы, нужен артист, готовый, чтобы его стоять в каждой программе, чтобы он представлял творческую ценность. Савина, скажи, пожалуйста, ты как вообще оказалась в ансамбле Лезгинка? Сколько лет ты уже танцуешь? В ансамбле Лезгинка я работаю два года. Два года? Да, очень маленький срок. Да, тут 10 лет. Я считаюсь самой молодой в коллективе. Вот. Попала я туда. Я сама Буйнакская. Никогда не думала, что буду работать в таком великом коллективе. Для меня было это сначала хобби. Я танцевала в Буйнакском ансамбле «Молодость Буйнакска». Видела по телевизору концерты, вот. И появилось желание. И поставила себе цель попасть в ансамбле Лезгинка. Я этого добилась. Я очень этому рада. Ну, то есть, сегодня это основное твое занятие? Да. Моя самая любимая работа. Отходим от ансамбля Лезгинка. Давайте поговорим немножко о еде. Есть у вас любимое блюдо вообще какое-то? Да, я люблю пиццу. Пиццу? Да. Пиццу вообще можно кушать солистам Лезгинки, танцорам? Знаете, все хорошо в меру. Да. И пицца, и какие-то сладости, да. А Ахмад, ты что предпочитаешь? Вообще, я сам по себе сладкоежка. И коллектив знает, что я люблю сладкое. Даже была девочка, мне в автобусе, мы едем в самолете, мне дают там, скажем, сникерс, конфеты, попить чай. Это любит сладкое. А как так получается, люди, которые должны быть стройными, любят и кушают то, что диетологами запрещается? Вы знаете, Султан. Как удается сохранять фигуру? Откройте нам этот секрет. Вы были на репетиции ансамбля Лезгинка? Я был в зале, но не был на репетиции. Ну, если вам удастся подчиститься посмотреть, то вы найдете ответ на свой вопрос. А, ну все, я понял. Есть ли какое-то главное правило в ансамбле? Ну, конечно, ансамбль с традициями. И у нас очень ценится уважение к старшим, соблюдение тех традиций, те ценности ансамбля, которые нам задали прежнее поколение. Мы это чтим, для нас это свято, и мы это продолжаем. А есть такие, которые нарушают правила? Бывает такое? Ну, не без этого, конечно, да. А как наказывают в ансамбле? Не пускают на сцену или прям сразу выгоняют? Бывает то, что не допуск концерта. Это, кстати, для артиста, это что может быть хуже, да? Он не может выйти, показать, на что он способен, до чего он в ансамбле. Такие случаи, они очень редкие, но наказание, так скажем, во благо, да? Человек анализирует, он уже не повторяет ошибку. Конечно, у нас и работают с молодожью, наши старшие поколения, наши, так сказать, уже, которые отработали довольно-таки большой срок, они порой с ними работу в плане собеседований, объясняют, ну, как опыт, да, за плечами. И они это очень хорошо вынимают. Да, сейчас у нас есть поток молодых, там человек 10, если я не ошибаюсь. Очень хорошие ребята, даже им не приходится много говорить. Они так, видя нашу обстановку, сами выливаются, и приходится, как сказать, становится сильнее ансамбль из них. А крайний возраст солиста ансамбля, есть ли там ограничения возраста? В 20 лет, если человек соответствует, ансамбль из них, соответствует сцене, он работает с успехом, танцует. Хотя у нас есть такие, наши старшие танцор, наши, наши, скажем, взрослые, уже профессионеры, это у нас Абула Амирханов, Артур Алиев, Эльман и Брагимов, они уже отработали порядка 20 лет, до сих пор они блистают на сцене, и мы на них смотрим, и я лично думаю, я так смогу ли, только ли спустя, в такой форме. Есть за 40, Абдуле за 40, Артур за 40, Эльманчику уже ближе к 40. А самый молодой сколько? Самый молодой у нас артист 15 лет. 15 лет? Да. Вот такая разница. Вот так получается, различные возраста, различные поколения, и все, и всех объединяет этот замечательный ансамбль Лизгинка. Еще можно, Султан, одно, кстати, прям многонациональный коллектив, очень популярный коллектив, очень, порядка 25 наций у нас представлено. Представлены только национальности нашей республики? Вы знаете, нет, не совсем, даже есть за пределами. У нас работают ребята черкесска, у нас работают грузины, у нас работают русские нации, и все это... Как удается уживаться все? Вы знаете, все это так гармонично у нас, от того, что много наций, у каждого своя культура, по-своему каждый интересен. И что-то мы черпаем у одного, что-то они у нас. И все это совокупно, скажем, обливается в такую общую семью и общий такой хороший микроклимат в ансамбле. Ну и замечательно. Вот хотелось бы поинтересоваться, не мешает ли работа в ансамбле личной жизни, семейной, в данном случае, как у тебя Ахмад тут, у тебя есть семья. Осознавая то, что... Хватает времени на семью? Ну, хватает осознать то, что ты уже работаешь в ансамбле в году порядка семейства мы на гастролях, практически больше времени, да? Как и на второй дом, на вторая семья. И, конечно, бывает иногда так у жены, скажем, недоброе лицо, тебя... Мы тебя редко видим, ты в разъездах, ну а что делать, жизнь артиста. Я так, я так, что я говорю, ты знал, за кого выходишь, так что терпи. Понятно. Ну, Ахмад парень. А вот Сабина у нас девушка, причем пока не замужен. Вот, хотел узнать, как к дому относятся родители? К тому, что постоянно в разъездах, все время... Хватает ли время вообще для того, чтобы помогать по дому? Ну, естественно, хватает времени помогать по дому. Мы же не каждую неделю выезжаем куда-то. Но я стала, например, очень редко видеться с родственниками, выезжать на какие-то мероприятия, ходить на свадьбы. Ну, единственное, вот это вот. Скажи, пожалуйста, как проводишь досуг? Вот ты говоришь, что, в принципе, у вас бывает свободное время. Есть какое-то хобби, может быть, может? Единственное мое хобби – это моя работа, которую я очень люблю. А на досуге провожу время со своими подругами. Просто сидите. Да, беседуем, ходим на прогулку, рассказываем. Вы были на гастролях? Да, да. Все, наверное, сидят и тебя слушают. Да, им очень интересно бывает слушать мои истории, где они побывали, как нас приняли. Я представляю, сколько таких историй у Ахмата. Вообще, хотел спросить, вам нравится сегодня, легко ли готовиться на нашей кухне? Да. Здесь, в торговом доме Киргум. Да. Это великолепно. Великолепно, потому что сегодня вам помогает техника от нашего замечательного партнера Зигмундштайн, о котором я сейчас немножечко расскажу. Сейчас я прошу обратить вас внимание на мультиварку Зигмундштайн. В наше время, когда уже создана масса приборов, облегчающих трудную и рутинную работу, просто не хочется брать в руки отвертку, если рядом есть шуруповерт, разогревать еду на сковородке, а не в микроволновке и дежурить над кастрюлей борща у плиты, когда есть мультиварка Зигмундштайн. Этот прибор можно назвать самым умным на вашей кухне. В программу мультиварки уже заложено 12 режимов, таких как томление, выпечка хлеба и другие. Все, что от вас требуется, это определиться с тем, чего бы вы хотели отведать сегодня, заложить в чашу с антипригарным покрытием ингредиенты и нажать несколько кнопок. Все остальное мультиварка Зигмундштайн сделает сама. Модель керамической поверхности от Зигмундштайна выполнена в традиционно черном цвете и имеет стандартные размеры 58 сантиметров. Поверхность имеет 4 элемента Highlight, два из которых с расширением, автоматически реагирующим на габаритную посуду, активируя функцию Auto Focus. Благодаря данной функции тепло равномерно распределяется на всю площадь дна посуды, позволяя быстрее и более качественно готовить и разогревать еду. Вот такая замечательная техника от Зигмундштайн, которая сегодня, как я уже сказал, помогает нашим участникам готовить их кулинарные шедевры. Хотелось бы спросить, вот вы на выступлении, допустим, очень важном, плохое настроение, наверняка бывают какие-то факторы, которые портят настроение. Это может как-то сказаться на танце? Буквально сегодня у нас был классический урок, и наш преподаватель Татьяна Гасанова нам сказала, зрителям не нужно играть, ваши игры, вырвал зуб, не доспал, не доел. Он пришел смотреть на танец, на красоту, на искусство. Так что, конечно, бывает, но мы должны все это оставить за кулисами и выйти, грубо говоря, на сцену, у кого-то у нас ничего, у нас все прекрасно. На ансамбле зрителя не обманешь. Человек дал деньги, приехал, можно сказать, издалека, пришел посмотреть. Мы обязаны выступить на свисту и показать зрителям всю красоту нашего танца. А есть такое правило у вас? Просто я где-то слышал, что у ансамбля «Лезгеньки» есть правило, что нужно выкладываться на репетициях на 100%, потому что 100% на репетиции – это 80% на сцене. Я даже больше скажу. На репетиции, нам говорят, балетмистеры выкладываются на 150%, чтобы на концерте было хотя бы 90%. А у кого есть 100%? А сегодня вы на кухню выкладываетесь на 150%, чтобы получилось хотя бы 90%. Знаете, здесь, по-моему, все 200%. Ну что ж, в конце нашей передачи мы увидим, насколько красивыми и вкусными получились блюда у наших участников, поэтому ни в коем случае не переключайтесь. Совсем скоро мы продолжим. Мы вернулись в студию галереи вкусов, где у нас сегодня просто кулинарная битва происходит. потому что здесь японский плов, французская тирамису, греческий салат и еще много различных стран у нас задействовано для того, чтобы приготовить два блюда и по одному десерту. И теперь, сейчас, если первый блок мы начинали с вопросов к Ахмату, сейчас у меня есть вопрос к Сабине. Сабина, скажи, пожалуйста, присутствует ли конкуренция? Вот ты представляешь молодой состав, правильно? Да. Два года – это небольшой срок. Присутствует ли конкуренция в ансамбле «Лезгинка», как, например, в футбольной команде? Кто-то сидит на скамейке запасных, а вот есть основа. Ты входишь в основу вообще? Конечно. Я работаю в основном в составе. Старшие, младшие уважают старших, старшие уважают младших. Они дают нам советы, они нам помогают во всем. Я очень рада, что я попала в этот коллектив. Я не ожидала, что меня так там примут. Тебе все нравится? Я очень довольна. А с приходом нового президента Рамазана Гаджимурадовича изменилось ли отношение правительства к ансамблю? Безусловно. Глава республики нас посетил, кстати, с делегацией Министерства культуры и председателя правительства. Вот такая теплая встреча. Он очень человек, разбирающийся в хореографии, понимающий резгинку. Конечно, не обошлось без критики. И в целом он удоволен. Он нас обрадовал рядом перспективных проектов, также строительство базы, дома танца резгинки, что нас очень обрадовало. Обрадовало то, что мы в Омском взяли за ансамбль, наша визитная карточка. И, конечно, и предыдущие президенты нам уделили внимание, но нынешний главар Рамазан Гаджимурадович уделяет особое внимание. Мы это ощущаем, мы это и дальше, как мы это почувствуем. Конечно, немало заслуга в этом нашего директора, Джамблат Мусавичу. Мы благодарны и надеемся, что они так сообщают, вместе будут работать, чтобы будет перспектива, чтобы был взлет творческих коллективов. В этом плане, конечно, и сами будем работать. Ну, это не может не радовать, уважаемые телезрители, что на самом деле визитная карточка нашей Республики Дагестан сегодня имеет, как сказал Ахмад, настоящую поддержку от правительства Республики. Хочу узнать у вас, на каком этапе приготовления ваших блюд, все ли получается? Да, все получается. У нас как основное блюдо? Салат? Салат уже готов, его осталось только заправить. Основное блюдо что у нас? Фетучи. Готовится, да? Да. Скоро будет? Да. Замечательно. А здесь у нас что? Там салат готов. У меня готов салат, кстати, у нас заправят, но заправка в конце так как, салат залежит, он потечет, и он уже придаст такой не совсем вкусный, скажем... Уже не тот вкус будет. Не тот вкус будет, да. А заправка у меня будет в конце, что я занимаюсь приготовлением поджарки мяса. Поджарка у тебя не горит? С овощами нет, все нормально. Нормально? Да. Ну и, как видите, уважаемые телезрители, у наших участников сегодня все нормально. Вы участвовали в Сочи в Олимпийских играх, в открытии, да, или... Открытие, закрытие, на параолимпийских тоже, кстати. На параолимпийских. Можете рассказать поподробнее об этом? Было ли что-то вот по-настоящему запомнительное? Когда нам сказал наш директор Джан Бонус Айвич, что мы едем на Олимпиаду, у нас это было событие. Мы, можно сказать, готовились туда очень долго. Были репетиции довольно-таки усиленные. И осознавая всю значимость выступления, конечно, мы не могли ударить грязь лицом. И, приехав туда, конечно, мы не ожидали, что нас там так примут. Нас ждали там. И мы выступали в единственном коллективе ансамбле «Резгинька», ансамбль «Березка» академический, Москва. И ряд знаменитых певиц. Мы работали приемом Владимира Владимира Путина в Галактик-сити, в Галактик-центре. Это в Сочи. Там был президент Олимпийского комитета Томас Бах и ряд других, скажем, таких высокопоставленных лиц. Сабина поехала? Хочу сразу узнать. Да. Да, Сабина была. И, кстати, это было одно из таких серьезных выступлений. Сабина, да? Она с достоинством прошла. Самое ответственное мое выступление. Да. За всю работу. И один жесть нашего президента Владимира Путина, то, что «Резгинька» супер. Я думаю, это много стоит. Кстати, он нас любит, он нас каждый раз приглашает. И любое знаковое мероприятие, что будет в Кремле, будь то в любой точке России и мира, практически не обходит себя сам «Резгинька». А в скольких странах довелось побывать тебе в составе «Резгинька»? Ну так, на скидку я не могу сказать, но порядка 25-30. 25-30. Есть ли блюдо, которое ты попробовал в одной из этих стран, из-за которого ты готов вернуться в эту страну? А, из-за блюда. Что-то необычный вкус открыл для себя? Ну, каждая страна, она интересна по-своему. Мне понравилась, в Италии была такая пицца, я сейчас не могу ее точить название, она бы не как обычно, не тонкая, она не как у нас такая толстая, она бы вон такая скромная, интересная заправка, ну, я не могу сказать название продуктов. Ну, понравилась. Вкусная, да, понравилась. К ней был такой соус какой-то маленький, типа уксусом. Сабина, кстати, у нас любительница пиццы. Да. Я так понимаю, что самое большое у тебя желание поехать в составе ансамбля в Италии, да? Огромное желание. Чтобы попробовать эту самую пиццу. Скажи, пожалуйста, ты сейчас проживаешь в Буйнакске? Да. Да, и как бы, а работаешь? Каждый день езжу, да, на работу. Жизнь в Буйнакске сейчас как проходит? Там есть что-то, кружки или ансамбли? Да, есть. Ну, в Махачкале здесь намного интереснее, и здесь больше ансамблей есть, где и прогуляться, и получить. Спустя 20-летний стаж, пройдет у тебя 20-летний стаж, готова ли ты, например, открыть танцевальный кружок в городе Буйнакске? Буйнакске нет. Почему? Где-нибудь в России у меня были планы на это. Я мечтаю открыть свою школу танца. А чем будешь заниматься ты, Ахмад, по окончанию карьеры танцора? Не думал об этом? Я надеюсь, я найду, если это понадобится, и в среде я занимаюсь творческой деятельностью, так сказать. Если я буду востребован, если я буду пригоден для этого, я с удовольствием продолжу. Также, кстати, можно открыть школу, и если получится продолжить работу в ансамбле, жизнь покажет. А по какому принципу подбираются костюмы, например? И костюмы как? Вам шьет, наверное, правильно? На заказ? Конечно, у нас костюмы шились в городе Санкт-Петербург. Они шьются строго по дизайну дагестанских народностей? Вы знаете, да, каждый танец может рассказать о чем-то. Соответственно, костюм тоже должен быть подходящий к какой-то истории. То есть человек, посмотрев на костюм, он даже может без музыки опричать, что это за танец, что он несет с собой, в каком культуре несет с собой. Поэтому костюмы, конечно, подход особенный. Ведь это такая немаловажная фишка, да, скажем, в реквизите в целом еще в ансамбле, чтобы костюм отображать, что это для танец. Как-то, Сабина, скажи, пожалуйста, тебя как-то либо подкололи, либо еще что-то сделали, когда ты только пришла в ансамбль. Было ли боевое крещение новичков? Нет. Никаких сложных заданий не давали? Нет. Там ведро на голове полное воды? Нет. Конечно, нет. У вас не бывает ничего подобного? Или не всех это просто касается? Что касается новичков, нет, мы даже переживаем за них, когда человек проверяет, садится весь коллектив. Представь, да, волнение человека, который пришло проверяться. Часто 50 человек уже состоящие артисты, и пришло человек проверяться, и, конечно, трудно. Даже где-то мы подойдем, скажем, ну, все нормально, держись, соберись, даже подбадрим. Ну, ничего не делаете в раздевалке? Ну, все, уважаемые солисты в других ансамблей, можете смело приходить, пробоваться в лесгинку, ничего страшного. Ну, огромная конкуренция, при этом уважение старших к младшим, младшим к старших. Вот. И сейчас я возвращаюсь к вашим блюдам. Дорогие участники, вы как-то вот так рассказываете мне интересные истории, я аж отвлекся. Как проходит приготовление блюд? Что-то получается, но честное, мне не совсем нравится. Да, я себя ждал большего. У вас как, все получается? Да. Настроены на победу сегодня? Да, вот здесь настроение совершенно иное. Да и не может быть по-другому, потому что сегодня нашим участникам помогает готовить замечательная немецкая техника Zygmunt Stein. Вот, к примеру, электрическая духовка Zygmunt Stein. Выполнена в современном стиле с учетом последних модных веней дизайна кухни и всех современных функциональных новинок. Модель имеет черный цвет, окантовку из нержавеющей стали, хромированные боковые направляющие и металлическую ручку дверцы. Управление осуществляется механически при помощи вдавливаемых кнопок и сенсорного программатора. Данные о времени приготовления, программе и температуре духовки выводятся на цифровой дисплей. Мультиварка Zygmunt Stein. Стремительный ритм нашей жизни создает особые требования к бытовой технике. Чтобы им соответствовать, мы оснастили одну из моделей мультиварок Zygmunt Stein индукционным нагревательным элементом, который значительно увеличивает скорость приготовления благодаря отсутствию фазы разогрева. 3D-нагрев, так полюбившийся хозяйкам, обеспечивает нагрев с трех сторон и, как результат, равномерное приготовление пищи. Вот такая замечательная мультиварка от Zygmunt Stein может стоять у вас дома и тогда приготовление пищи станет абсолютно простым и тем более еще и увлекательным процессом. А тем временем, время-то само у нас как раз таки уже и заканчивается, поэтому сейчас я спешу узнать у вас, все ли у вас готово. Почти, да, уже на финишной прямой, так что осталось чуть-чуть. Финишная прямая, замечательно. У вас как дела обстоят? На стадии завершения. На стадии завершения. Осталось совсем чуть-чуть. Замечательно. Ну что ж, через несколько мгновений мы с вами вернемся в студию галереи вкусов, где нас будут ждать уже абсолютно готовые блюда. Нулевой этаж мебельного корпуса Киргу разместил уютную и яркую детскую мебель. Обратите внимание на серию детской и подростковой мебели Атлантида российского производства. Детские комнаты Атлантида изготовлены из безопасного ДСП с красивым фасадным декором. Кровать, как и все элементы детских комнат Атлантида имеет безопасные сглаженные углы. Огромный выбор модульных блоков. Детские письменные столы, плотяные шкафы и тумбы. Все они оснащены прочной фурнитурой в стиле капитанской каюты. Атлантида. Качественная мебель, которую полюбят ваши дети. Тем, у кого двое и больше детей, стоит обратить внимание на двухъярусную кровать Фрутиз от российской мебельной фабрики Алмаз. Два удобных спальных места, надежная лесенка ко второму ярусу, яркий дизайн кровати будет в радость вашим малышам. Кровать хорошо впишется в небольшую комнату и не будет выглядеть громоздкой. В основании кровати вместительный выдвижной ящик. К этой мебели вы легко подберете дополнительный шкафчик, стеллажи и даже письменный стол. Так как производитель выпускает широкую линейку комплектующих к этой модели. Фрутиз, пусть сон ваших детей будет спокойным. ВИП-отдел мебели компания Киргу представляет роскошные стеновые панели из дерева и готовые комнаты, полностью обшитые материалом самого высокого, качественные. Чтобы комната выглядела более уютной, применяют декорирование деревом. Стеновыми панелями из дерева можно оформить не только рабочий кабинет, но и любую комнату жилого помещения. Гостиную, библиотеку, прихожую, спальню. Стеновые панели придают собственный стиль, особый шик помещению. Такой дизайн говорит по-настоящему о высоком вкусе владельца премиум-класса. Приглашаем познакомиться с новинками теле- и видеоаппаратуры, представленными в компании Киргу. Широкая линейка телевизоров восьмого поколения Samsung теперь и в Киргу. Известный во всем мире производитель, новаторы в области техники и технологии компания Samsung создает для всех поклонников интернета и телевидения необыкновенные возможности. Интеллектуальные телевизоры Samsung Smart TV серии 8000 – это воплощенная мечта об объемном и реалистичном изображении в элегантном корпусе. Новый Samsung Smart TV дает возможность искать на просторах интернета практически любую информацию. Музыку, видео, а также увидеть на экране фотографии или домашнее видео. Но вне зависимости от того, что вы делаете, просматриваете фильмы или же просто слушаете музыку, великолепное трехмерное 3D изображение и объемный звук всегда будет на самом высоком уровне. Этот телевизор определенно заставит вас пережить массу приятных впечатлений. Мы вернулись и, как я вам и обещал, наши блюда уже готовы. Давайте смотреть, что сегодня у наших участников получилось. Я предлагаю, давай начнем с Ахмата, посмотрим, что у него здесь получилось. Присоединяйся к нам, Сабина. Давайте смотреть, все ли получилось, как ты планировал. Так, да, начнем с салата. У меня салат с семгой, помидорами, зелень и сверху я посыпал вот таким нарезанным голландским сыром мелким, так для красоты. Второй у меня плов, он как бы японский изначально, но получилось такое дагестанское. Такие большие куски мяса. Я старался как-то украшивать, компенсировать не совсем то, что получилось. Надеюсь, украшение как-то выехало из ситуации. На десерт у меня яблоки запеченные в духовке, и внутрь я положил орехи с мерным, и так украшил ягодами. Малина, клубничка там. Да, мне там только малина. Малина, да. Да, в общем, да, вот такой вот. Ну, замечательно, я думаю, обязательно жюри понравится, все будет очень вкусно. Давайте теперь посмотрим, что у нас здесь приготовила Сабин. Давайте. Приключение с курицей и с грибами, греческий салат и французский десерт тирамису. Все ли получилось, как ты планировал? Да. Думаешь, сегодня есть шанс на победу, да? Да. Да, вот так. А ты как думаешь, у тебя есть шанс? Я победил. Да, то есть ты уверен? Вот и проверим, уважаемые телезрители. Блюда отправляются в комнату к жюри. А перед тем, как мы узнаем, кто же сегодня победил, я предлагаю вам посмотреть красивый танец в исполнении наших сегодняшних участников. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Чем? Если вы считаете, что вы очень талантливые и можете нас чем-то удивить, то присылайте свои заявки, письма на электронную почту, которую вы видите на своих экранах. Я не прощаюсь, а говорю вам до свидания. Уже совсем скоро мы вновь с вами увидимся, а точнее на новой неделе. Новые участники, новые блюда, новые интересные кулинарные свершения. Ждут вас на галерее вкусов И не забываем о том, что торговый дом Киргу Дом, в котором есть абсолютно все